ёбаный пиздец 19 спецвыпуск короче я оказался наверно видимо самым слабым эмоционально я немножко выпал не совсем не подготовился попросил марса и он как бы случайно получается изменил нам формат у него там 9 штук которые написал видимо хочет у меня спросить я на них отвечу но я их вижу вот только сейчас ебать а еще вода жирным выделены твое да ну оставьте чё пьем да нет мы как делаем обычно мы поздоровались привет да да всем привет данила наше новое шоу у тебя первым написано возможно что-то сказать про ситуацию ну да возможно можно не надо пожалуйста но все все понимают нет вообще дофига еще короче сказать я я же начал с того что я не подготовился потому что эмоционально выгорел doom-скроллинг вот это вот новости все и у меня есть сформированная позиция ну какая-то даже тактика которую я придумал самого начала не не сам начал три ночи не спал думал слышу слова тактика меня вспоминает я понимаю я не знаю надо делиться этим или нет но ситуация что ситуация ебучая но мы подумали что как минимум как минимум мы должны продолжать то что мы делаем потому что все должны стараться ну мы же хотим все нормальной жизни и поэтому все стараются работать нормально и поэтому мы хоть немножко грустненько будем стараться продолжать прибухивать у нас это хорошо получается и веселить народ да давай нахуй про ситуацию чет про стрим а что мы скажем про стрим оказалось игра вышла да даже речь про блю мастер до игра вышла но она не поддерживает коп и не поддержит я мы думали стримить вяре ты уже будет весело или мы все равно про застримивание но можно застримить просто угарнуть ну типа без вяра да кстати кто-нибудь плюсик поставьте пожалуйста если и кому-то интересно посмотреть стрим по игре блю мастер там где чё делают там делают пивко мы будем играть мы будем играть но ты уже сказал ты заметно я кстати шел как-то по тротуару такой блин заметно это играет в общем я думал над названием уже немножечко перегорел как будто видно а кстати какой вот и придумал название если бы была возможность придумать новый новый год новый год если придумать ты бы какой бы ты сделал летний летний новый нет новую придумать короче вот пив пив мастерию смысле мы выпивала не надо не знаю не хочу думать создавания не будем я это гури да урин брусника бьет я хамку давай сначала до этого не подготовились совсем стоит столько они мы можем же или это будет текстом если вписывать тоже в этот рейтинг как рейтинг появляется как и цены появятся одно радует неделька выдалось пиздец да вот одно радует выпуск начали очень на нервике да я говорю овощи это что это ладно погнали дальше так первая новость калифорний калифорнийский суд отнес пчел к водным видом а именно к рыбам связано связано это с тем что рыбы не включены к водным видом на законодательном уровне короче там история такая что короче нужно было защищать всякие короче по законодательству ну к ним к активисты господи иисусе я устал ты можешь это я себя горю что я не подготовилась да я такая же я вот готовился за две секунды так новая книг у тебя чумка ты тут что нахуй вылезет так давай сейчас сначала новость сейчас это я найду да пчелы пчелы это рыбы суд калифорнии отнес пчел к рыбам по мнению судей рыбы не включены к водным видом на законодательном уровне поэтому можно распит расширить список добавив туда пчел это заголовок новости первый и первый абзац новости теперь я объясню эту попасть так чуть ли не потерял и поводом для этого стал иск производителей миндаля цитрусовых и хлопка они они вот примерно мы сейчас здоровье ловим они утверждали я забыл пока ты короче начал абзац читать я заголовок забыл я не пчел это рыбы почему поводом для этого стал диска производить мед кстати ну у них есть штуки покруче такой легенький мед питка просто ну да я не фанат я фанат же других вкусов я сегодня парнет грею сегодня золы капризе не только необычно там правда классно и за сухари мне как-то давал попробовать на ваще сумасшедший просто запах был ее в общем липовый там ну хорошие бывают но вот это мне нравится потому что не нравится ты тебе налить еще этого же так хорошо четвертый трет который интересует марса века теперь недоступен в appstore а мы роллы ты там в итоге непонятно разыгрывать или нет это кстати действительно проблем это проблем непонятно разыгрывать и роллы теперь разыгрывать конечно они даже подожди из appstore удалил там не у всех айфон это чудо за мобильный этот шейминг шейминг кому она это мобильный газлайт я вообще думаю на android уже переходить потому что что не знаешь почему я задумался о покупке андроида я на днях водил сына хотел устроить его в класс робототехники чтобы он там на майн-сторме собирал ночь прикольный машин программируемый дед инженер батя вообще развивается привел да мне там чувак такой так но майн-сторм в общем тут все есть все ништяк новому сыну мобилу сыну мобилу купите на андроиде приятное типа iphone нет игру него планшет есть надо андроид только блин закупить андроид ну заодно и сам поднатаскаюсь там говорят отчетом работает это очень похоже на оружие массового поражения правда ну как будто что-то зажать и хлопоз кстати что в принципе является оружием а я тоже знаю 2 это короче очень популярным ну вот это вот вызывает притягивает взгляды желают люди купить попробовать но все равно же травимся по сути пока бухаем так что тебя почему бы не говорить об этом прямо что это нахуй трава какой-то грустненький да сегодня номер пять где нас найти в казахстане так а где нас купить у нас есть дистрибьютор кто-то пора ну продает казахстан ребят кто уехал казахстан и нас смотрит поищите где-то в казахстане давайте на карту да я мы торжественно обещаем запросить да у дистра . и добавим на карту казахстане почему бы не ну чё все разогнали про казахстан больше много джеби шуток отпустить вообще про эту тему мне больше всего понравилось я прям дико угорел картинки где фродо сэмом идут отсюда начинается казахстан я просто фанат я кстати по этому поводу посмеялся знаешь какой шутки где типа сидят бабушки и одного другой спрашивает в казахстан надо ехать а другая спрашивает зачем она горит а там очередь слушай ну там на самом деле драматичные мне передавали рассказывал из первых уст человечек событий которые ну вот он преодолевал любой вообще не ничего там давай не спрашивай дальше ты написал что ты уезжаешь куда ты уезжаешь куда-то нет я кстати никуда не уезжаю а ты нет ну а если это опять про это если это опять проект нет я не собираюсь покидать страну я собираюсь забирать вернуть у меня два месяца назад были билеты куплены и запланированы я же не знал что там все сломается и можно но не отказываться же от полета казахстан не не про перелет папа курить не бросил папа пить не бросил папа вас не бросит мы пьем лесбрю мид амарета марта про сигареты вроде было не и пью и амарета амару жизнь ребенок а это ликер это я в треках рэперов слышал что-то такое на сектор газа был да теперь я проститутка и сельский туалет так я отвлекся это амарета мид амарета стоит что мастер с миндалем что с орехами вода соло пивоварен ячменный светлый мед вишня миндаль дрожжи пивные а куда ставить надо чтобы фокус давай ты рассказывай теперь про новости вообще в целом или про свою новость мы все-таки решили их рассказывать мой парня каким-то кстати ромочки нет вообще кстати очень ну типа если это если я ромка на скорее всего это ромка это хорошая ромка так ну хотя бы очень долго нюхаешь без прерыва пахнет неестественно пахнет неестественно если прям много нюхать то это начинает заебывать очень на вкус также пахнет неестественно ты расскажешь так новость новости вообще конечно так нужно найти опять эту следующую новость я тебе не позову больше знаешь в 1900 но он называется неправильные пчелы барыги в 1985 году перуанские таможенники пересекли пресекли экспорт крупных партий меда из эквадора обнаружив в нем кокаин причем наркотик не был подмешан механическим способом для получения такого меда пчел выпускали на плантации коки что-то я не верю вот это факт исторический исторический ты из пикабу сейчас читал нет это из пикабу он читал из пикабу нет сейчас скрин из пикабу но новость это вообще я в 85 работал на телевидении и дядька у меня на границе с эквадором больше просто ну не короче это мы ставим фейк давай следующий раз комсомольскую правду приносить надо записать до в редакцию чтобы они проверяли перед тем как нам отрабатывать нет я вот у тебя что начал спрашивать ты знала до что мы их поздравляем поэтому ты это написал да ты знал короче мы как-то поздравляли но у студии в студии артема лебедева я почесываюсь как в студии артем в студии артема лебедева они отмечают ежегодно день рождения чуваки из крафтового рынка знаю потому что им приду многим многим предлагали поздравить и днём рождения вроде чтобы там алкоголь постоял на тусовке не там тусовки обычно по тысячи человек и вот мы как-то такие ну вписались раз вписались по моему 2 и они нас не позвали ну то есть они ну то есть они берут продукцию и там где-то у себя на сайте указывают но спасибо поддержали не в принципе одних рекламы ты не то чтобы нужна с их сайт я думал что они позовут на вечеринку я такой раз отгрузил не позвали думать наверное какая-то ошибка короче на 2 они опять не позвали думать видим это так работает в жопу короче на третий год мы не поднял они написали мы сказали ну че-то короче у нас не в этом году они пишут хотите приехать участниками так наконец-то буду там это с лимитой с это московской художники там всякие же умные люди собираются а потом посмотрел билет и вспомнил что короче я в эти даты улетаю да ну и такой ну наверно короче хуй вам а не мед вообще вообще лена лена предложил марса отправить пацанами я такой ахуеть вообще я два года отправлял а я на вечеринку когда поеду да согласен короче нет если я не еду да не я не шучу вообще не разуме я этим занимаюсь какие-то плюшки должны быть и не спейся даже мне давай тебе свежий бокал можно было бы жалко вы туда не поедете я вопрос даже подготовил нет в следующем году поедем сколько они дадут проходов а какая ну ладно давай твою точно еще новости же у меня есть смейлру будет так нет кстати это это новость с телеграм-каналов известно мы опять будем расследование проводить какой-то песня да вот кстати я в эту новость вначале не поверил новость какая она про пивка вообще в целом давай я думаю что пиво не существует ну нет это не настолько не настолько я удивительно хайнакин знаешь таких установил в бразильском рио-де-жанейро солнечные батареи на рекламном щите который закреплен на популярном местном баре то есть стоит бар сверху они сделали рекламный баннер на солнечных батареях вот и написано этот рекламный щит охлаждает ваш хайнакин ваше здоровье новость какая они типа хотят все бары которые в которых есть хайнакин со временем подключить вот к такой теме и супер экологично вот так вот рекламироваться да пошли не на следующая любая новость я говорю что не мед не новости ничего не могут ладно я шучу слушай ну молодцы но так что блять я могу сказать но всегда так делают мы бы тоже могли какой-нибудь экологичное дерьмо придумать но если хочешь хочешь витриную мельницу мы ебанем себе и будем всем кричать что у нас еще одно ладно в какой стране это хотя бы там заболели а у них проблем кискологии там что говорят в россии похуй да сейчас на многое в россии слушай ебейшие красоты бутылка а там что девка за рулем на этикет я же говорю козла этот козла жопец там какой-то этикетка красивая бутылка вообще все оформление топчик это отсылка культов зла а что такое культов зла заебись к этим да ладно тебе не понравилось вообще есть что ты хочешь а то это это а или понравилось после вкусе какое-то долго это будет жирные крепкой сладко как называется бальзам ликер татарский бульма нет или больше на этот похоже это церковная как это называется бит не битнер быть ладно как алкоголь церковная называется никогорд не ищет а приводка как тебе ну если вопрос стоит так заебись или хуёло ну типа на любители трав до ягоды мало много жену ну кстати больше как будто тоже начну ну это как будто бы знаешь для вот таких чуваков которые точно не для меня ягоды бузины травы багульник шалфей лаванда полы в голову полынь шалфей вот вот чем пахнет а вот она девка за рулем так что теперь понравилось тебе нет нет не сразу захотел достать какой-то меч и рубиться с амброзиями поле вот так вот не захотел хорошо нет это точно это лекарство восьмым пунктом у тебя написали рассказать про то что нет новостей это я для себя так пометку сделала ну как новостей нет нам сегодня полы там внизу заливают наконец-то новую стяжку заливает кстати по земле ходили все это время действительно удобно ладно давай сразу а у тебя еще сколько новостей у меня ну я гибкий парень в этом плане будешь тут у меня от нуля до двух новостей давай рассказывай так а подожди тут сейчас я рассказываю новости когда наливается что-то сейчас ты должен только ради тебе а у меня новость в екатеринбург привезли опасный мед из таджикистана мужчина привез мед без заводской упаковки и маркировки специалисты сверховского управления россельхознадзора в аэропорту кольцево кольцово 27 сентября обнаружили и изъяли у гражданина из таджикистана опасный мед изготовленный в домашних условиях все да хуже хуже и вот когда уже кажется что ты но уже вот это мы на днях проводили рабочую встречу я так хорошо пошутил про марса что даже запомнил и пошучу еще раз а те там я забыл мы проводили рабочую встречу по планированию нашего феста оренбургского и я пригласил там некоторых людей которые у нас не знаю чтобы они нам помогали и когда я представлял марса игры так это марс он вообще как будто бы стендапер но у него шутки для детей в среднем 6 7 лет и поэтому он не популяриз сейчас может не смешно но всех ну да это кстати мои будущие фанаты встретимся через 15 лет я работаю на будущее ну вот что-то хоть кусочек какой-то информации я в этом смешно мне сутка заладила в этом в этой новости ровно два факта первое мед так как я искал по поиску новости про мед второе изъяли у гражданина формулировка меня это ресурс урал точка ру это новостной портал соответственно екатеринбург надежный источник надежный источник я кстати у меня там вроде родственники тоже работают но там они серьезные люди так у гражданина из таджикистана изъяли опасный мед изготовленный в домашних условиях мне вот эта фраза в целом еще повеселила мед в домашних условиях вот ну я понял мне это недостаточно парадоксально для юмора это хуёло нет вообще нормально ну как будто то ли подачи хуй то это контекст кстати много зависит от контекста да да типа если бы им до этого про другое что говорили то сейчас вы валялись вы прям же животики держались да нет если мы не было какого-то вот эта атмосфера невроза общего давления потому что тебе нужно сейчас готовим мед в домашних условиях это просто вообще изготовлен раунд девчонки снимают лифчики ты такой ты лучше это вообще прикол ты так и пофантазируй он такой подлетает например к укропу у себя дома не говорит вообще ужас а почему именно это происходит я представил в голове вот только об этом и думаю нет ну ладно нашим кован так я даже про твою екатеринбургского таджикистанцы говорить не хочу как мы еще разгоним то что ну домашний мед ну там немало информации вот в том что ты рассказал когда типа два слова ну типа формулировка этого почему что чем он опасен на хуя ну да подъезд а у него потому что не было вообще для чего и просто не было на нем на меди и я был документ сколько вес был много можно брать камаз привез нет в аэропорт разве камаз помещается все давай просто газ 53 если что это возможно затем просунуть в общем мы пьем 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 резонанс брюри мид черешневый коварно полусладкий мед с черешней и кардамона медовуха номер 7 ты запомнил медовуха номер 7 придешь как-нибудь дико в москву скажешь я как-то медовуха номер 7 пел да то было дело они говорят а ты это кстати в моей попытке наоборот на более взрослую аудиторию шутил балтика номер 7 разъем ну да это для они обычно они говорят балтика номер 7 разъем старичок приходи на пикничок ужас план так пахнет кстати прикольно это дали понюхать в расколбасу пахнет очень вкусно но такой чечни как будто бы ты бы не специально это не специально ну это очень приятный запах но в составе того чем пахнет нет это похоже на какую-то знаешь они пахнут вот например коварным чем ну вот коварные пахнет но как будто это знаешь сброшена с лакта какая-то типа смесь как будто бы знаешь дрожжевая дрожжи были немножко подкисленные короче как будто лактобактерии тут немножко суетились потому что пахнет чуть-чуть это очень прикольно пахнет не просто короче винными или пивными дрожжами пахнет какой-то вот еще типа вот ну молочкой может быть в двойное брожение было еще что-то поэтому ну типа пахнет супер но вот никогда ну кардамона я точно не 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 чую черешня наверно я надеюсь просто что это так и планировалось да но бывает что ну не планировалось пахнет надеюсь что это планировалось прошу на а тебе чего не понравилось я думаю что ты думаешь но это похоже на типа просто какую-то полотка аналог кстати как у лиса делают вот такая типа у тебя ромочная грозорочная не туда это газировочка но убег и сессионный мед какой-то который прям чуть сладкий там и вообще не знаю есть сомнения по поводу чем пахнет не знаю насколько это если бы они сделали сложное брожение это наверное бы написали тип мог мы вот тут такое сделали ну хватаются обычным таким я у тебя последний шанс я видел у тебя там вот в шпаргалке новость вроде как будто бы может мне понравится быстренько у нас запасной ничего не понравилось запасной мед взяли да или тебе чуть понравилось из того чтобы я мужская нет 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 кстати почему-то странно сегодня либо это настроение я тебе говорю что цветное настроение не синие них у это возможно потому что понравилось да в этот раз все одинаковые вкусы но не на юмор вы так поняли но не на юмор так новость дня гениальный медоед взял под контроль весь зоопарк давным-давно в южной африке нашли медоеда и какая-то типа организация приручила его и забрала к себе в заповедник скажем так и этот чувак вырос вообще медоеды они славятся своим таким жестким характером и этот чувак вырос и начал кекать над всем этим нацпарком он начал перегрызать все клетки в которого сажают и начал выпускать из клеток львов носорогов к нему подселили подружку чтобы он не скучал он ее тоже как-то уговорил и в итоге они вдвоем кошмарят весь этот национальный парк вот такой вот медоед новость про медоеда такого ты придумал это меда бони и меда клайд но кстати нормально да это мета бони и мета клайд мета мета бони и мета клайд светлый нефильдер так вода подготовленный соль пивальничменный светлый короче ну все понятно может содержать или меда нихуя не написали что это мед а на самом деле хани сакал это кто вообще может какой-то медовой мед меда вы из хани сакаленд мид что такое с хани сакал давай переводи уже быстрее и я не пойму как это написать на английском так все сукал пизду сукал сукле сукле с ю си кей л и сукле перевод сосать нет цикл это все сосать детский сосать медосос медосос получается медосос получается да что с птичкой сделали ты не перевел нахуй что перевел ты хани сакера перевел я перевел только сакал сотри сукле 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 неправильно ты сказал что мы уже уезжаем ужас какой блин а вот пахнет чем-то знакомым вот что я обычно потому что мне это запах совсем не знаком вообще то есть это типа мяты пахнет мята точно мята настоящая хорошая диаронка мята как будто либо и страх либо трава прям ну качественно жимой тоже заебись вообще могу сказать что это лучше мед на сегодня не знаю брали они столько или ягоду но выглядит классно и запах класса но блин я ожидал что будет сейчас очень жирный вкус но его не оказалось потому что легко сделать жирный вкус концентратом или пюрешкой ягоды если это правда ягода то небольшие молодцы надеюсь что это на самом деле ягода вообще короче ну правда самый лучший мед на сегодня но как будто бы дать вот такой натуральный даже на вкус это очень натуральный на вкус и мята и ягоды и деплансирование это короче ништяк я не любитель жевачек turbo вернее жевачек любитель турбина напиток как жевачка turbo вот вален я сейчас я даже не помню как рейтинг этот расставлять но я примерно для давай я помогу тебе короче так вот так вот так еще было еще был до ну вот так на третье на или на четвертую вот непонятно между вот этим ми от ужаса чем арсеновры ведь непонятно между коварным и римской истории вот это непонятно типа вот как будто бы они короче вот все что здесь есть вообще не в моем вкусе получилось так вот это заебись мне это но это приятно но короче тогда летит от меня я бы сделал вот так ну-ка сейчас я музыка не здесь за короче пунем это молочка не веришь на вода вот как будто должна быть наверное вот так ну вот так я наверно соглашусь ну вот здесь честно ну блин вообще мне вот этот запах вы заметили заманяет мне прям деревню или дачу короче да 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 запах вот реально когда мяту берешь и вот такой запах не химоза и на вкус тоже он такой достаточно это приятный но вот я просто люблю пожирнее так все чуваки надеюсь увидимся через какое-то время да не грустите там мы рядом все ибо